друзья приветствую вас вечерний обзор давайте рассмотрим текущие события что произошло что намечается как это повлияет на рынке и какие движения предполагаются сегодня на вечерней сессии по доллару нефти золото рублю евро и другим активом так но я вот сразу хотел бы обратить внимание на ситуацию с норильским никелем с гмк вот смотрите сегодня дивидендный гэп возник я неоднократно обращал внимание что я считаю по моему мнению дивидендный гэп кроме тех случаев когда у компании накопились какие-то проблемы он ни на что не влияет то есть вот это дельта которая возникла на просто ушла к вам в карман дальше для того чтобы понять текущую ситуацию то здесь для того чтобы сделать вывод о том что все пропало и мы полетели в трамтор и нужно пробить и ключевых уровней в данном случае ключевые уровни по моему мнению сохранились то есть как бы де-факто мы находимся здесь хотя бы юра мы перешли сюда вот эта разница она просто в кармане так ну и что касается экономического календаря ну смотрите сегодня вышли данные по потребительским ценам в германии здесь рост рост причем больше чем то что прогнозировалось но если эта тенденция будет продолжаться евро доллару может начать ослабляться пока здесь не критично но в перспективе если это станет устойчивым трендом постоянное превышение прогноза мы увидим разворот и движение евро вниз так вот канада очень порадовала она порадовала тем что у нее баланс счета текущих операций стал впервые за 10 лет положительный вот смотрите канада удивительное сочетание с одной стороны они торгуют нефтью с другой стороны это достаточно высокотехнологическая страна и экономика у них положительный баланс сейчас появился и до этого он был только в 2008 2009 году то есть вот видите здесь произошли кардинальные изменения почему это произошло здесь сочетание двух факторов с одной стороны отскок по нефти с другой стороны экономика канада активно перестраивается и адаптируется под зеленые технологии да да там строят многие заводы которые будут производить какие-то компоненты или целиком то что нужно для выпуска электромобилей генераторов и так далее ну и канадский доллар соответственно у него есть все основания в ближайшее время укрепляться так друзья но переходя к российской повестке здесь страсти кипят по поводу того что металлурги вроде как нахлобучивают надо там ввести отобрать и так далее и тому подобное на самом деле здесь как ни крути металлурги они ни при чем но если растет цена на старт это мировой ты тенденция причем тут не понимаю я что заключается нахлобучивание я вот этого момента не понял но там речь идет о каких-то договоренностях на самом деле ну которые изначально были что там вроде бы по каким-то ценам будет поставляться насколько я правильно понял эту ситуацию но что они могут сделать если выросли мировые цены на старт но они либо за границу продают дороже либо здесь продают как за границу вполне как бы естественная очевидная ситуация но здесь еще видите какой есть интересный момент в будущем в будущем даже если будет падать спрос и цена на нефть а такое неизбежно ну цена то наверно на уровне 50 60 в среднем удержится то есть спрос будет падать потому что она будет идти только в идеале в перспективе на химию то вот со сталью как раз дела будут обстоять не так стали она будет также как и раньше здесь просто на нее будет только расти потому что стали это строительство это строительство это автопром строительство судов и так далее когда говорят мы будем делать легкие машины из алюминия электромобили но упускают один момент стал ее проще обрабатывать ее проще потом утилизировать чем алюминий да есть недостаток сталь в два с половиной три раза тяжелее алюминия но я думаю ее плюс они окупают те плюсы которые есть у алюминия так друзья вот очень интересный момент произошел в китае отменяется политика 1 1 семья 1 или 2 ребенка разрешено делать три ребенка но мне кажется эта ситуация она немножко запоздала то есть по логике вещей это должно привести к буму и к тому что в китае пойдет прирост населения они это делают поскольку возникла проблема со старением населения и соответственно это дополнительное давление на экономику но здесь есть один момент дело в том что когда вводили вот этот запрет одна семья один ребенок одна семья два ребенка дело в том что тогда китай был аграрной страной где семьи были с большим количеством детей сейчас как бы ситуация поменялась уже как бы достаточно ощутимая часть китае она живет цивилизованной жизнью и нет уверенности что они захотят следовать новым заветом партия и кроме того с моей точки зрения вообще вот это действие она запоздала и потому что уже определенный гендер не гендерный а как это сказать возрастной перелом произошел и в социуме китайском и в экономике и здесь уже я думаю они этими мерами ничего не изменят толком так но вот тем временем автоваз приостанавливает производство но потому что объективно создалась ситуация когда не хватает то чипов то других комплектующих это следствие к вида о чем я неоднократно говорил что нарушились логистические цепочки и теперь это будет подобно медведев шатуну гулять по всем странам и по всем отраслям экономики так аэрофлот мы сейчас аэрофлот посмотрим что там да и как рубль снижается к доллару и евро несмотря на общий рыночный позитив ну в общем то конец месяца и в конце месяца по факту завершения налогового периода чисто по статистике даже все равно рубль чувствует себя хуже нежели в начале и ближе к двадцатому числу так друзья ноты за всех чили и за динамиков по поводу отключения россия цифт я считаю не книга никто ничего цвет отключать не будет потому что это равносильно самострелу вот и просто у меня такое ощущение что ищут какую тему по мусуль и постоянно вбрасывают и обсуждают по поводу свифта все это что средства массой информации что отдельные незамысловатые блогеры ну вот друзьям успехи российской экономики промышленности я не знаю уж чего тут не перестают меня удивлять и радовать всей душой в россии создали автомобиль аурус работающий на водороде ну я вот когда о зеленых технологиях рассказывал я там обращал внимание что на самом деле водород в качестве топлива он совершенно не годится то есть это вполне нормальный источник энергии для того чтобы допустим паровой котел нагревать и соответственно вращать турбину но для автомобиля это не подходящий вариант здесь я бы даже так сказал нечего испытывать не в качестве сжигания водорода не в качестве топливного элемента так называемого где окисление на электроде происходит здесь как бы уже давно сформировалось решение что это должен быть аккумулятор и соответственно ну я не знаю зачем вот подобные вещи производить у кого-то видимо фантазия большая так ну вот опек высказался о возможном росте нефтедобычи в иране организация надеется что будущий рост будет происходить прозрачно но упорядочен давайте посмотрим на эту ситуацию с нескольких сторон с одной стороны как бы волей-неволей все хотят стабильности определенности такова уж человеческая природа сама по себе вот но с другой стороны что такое опек опек это картельный сговор который мешает движению рыночных цен вот и все так друзья давайте немножко посмотрим международную американскую повестку но видите вот bloomberg здесь тоже все озабочены тем что китай хочет вернуть политику три ребенка в семье но с моей точки зрения здесь соединенным штатам наверное беспокоиться не стоит вот канаде и австралии стоит потому что они будут бежать именно туда как показывает практика вот но тем не менее я думаю что эта мера запоздала и она ту ставку которую делает китайская коммунистическая партия не сможет реализовать так вот здесь по юаню по юаню по юаню там страсти кипят сейчас юань мы отдельно посмотрим так не позволяйте автократом управлять интернетом после к вида согласен интернет это такая штука которая снижает транзакционные издержки так друзья вот еще такой интересный момент сейчас ввели новый измеритель сколько лет потребуется экономикам стран для того чтобы вернуться в то состояние которое было до к вида вот но как вы видите по карте там где совсем темно или темно-синий цвет то соответственно здесь восстановление будет достаточно длительным и возможно даже утомительно здесь однако не надо испытывать иллюзий что в россии она такая светло синенькая она быстро восстановится у россии была слишком низкая база для того чтобы падать и просто падать было особо некуда и поэтому здесь как бы россии для россии эта карта она не очень показательно но для например той же аргентины она не сулит ничего хорошего так друзья давайте перейдем графика начнем с эфириума дневной таймфрейм здесь все идет по плану он сейчас пытается пробить вот эту консолидацию верхнюю границу 2600 и закрепиться уже вот в этой части графика если это ближайшие дни произойдет то уже на этой или на следующей неделе весьма вероятно будет отскок в район 4000 если такого быстрого движения закрепления здесь не случится тогда весьма вероятно будет откатывающее движение с целью по тесте 2165 так но вот американский фондовый индекс 500 дневной таймфрейм он немножко сегодня хандрит проседает ну понятно понедельник тяжелый день там еще и в китае по три ребенка разрешили если основание для того чтобы скорректироваться и сходить вниз но пока смотрите критические уровни в данном случае это 4150 пока этот уровень не пробит все эти откаты будут выкупаться и будут его стремиться на перехать свозить но 4150 как только пойдет следующая цель 4080 а вот 4080 если пробивается то здесь уже полетит она все вниз но на текущий момент я думаю что здесь на 4150 и выше скорее всего произойдет остановка и попытка восстановить движение наверх обращаю внимание что это сфд на фьючерс и снг график так друзья далее не в час 19 43 по москве но по нефти намечается разворот и коррекционный отскок с целью опять сходить на 69 и 8 соответственно вот эта идея разворотная она сейчас не сработает если будет повторный откат вниз и пробитие 69 68 85 вот этого диапазона если такое мы сейчас здесь получаем то у нас формируется движение цель которого 68 67 и 8 вот сюда в этот диапазон так друзья далее золото золото беру сразу часовик по золоту все отлично 1900 сегодня даже не пробили и поэтому отсюда либо сейчас либо завтра с утра сформируется повторное движение целью будет пробить 1911 но как я и ранее говорил если 1900 не пала то все эти движения будут выкупать и гнать его наверх так друзья дали евро доллар четырех часовик давайте посмотрим здесь все отлично несмотря на то что инфляция в германии разгоняется чуть сильнее чем предполагалось вот эта фаза движения я думаю она завершится но наверное завтра послезавтра и цель будет подписать 1 целый 2266 вот это значение соответственно этот сценарий не будет реализован если сегодня или завтра мы откатимся и пробьем 1 целый 2170 вот если такого пробоя не происходит то вот эти все страшные ужас ужас разворотной информации они будут выкупации будут гнать его сюда до верхней границы так друзья дали рубль доллар но смотрите сегодня просто чудесный изумительный день этот изумительный день привел к тому что мы поднялись и закрепились выше 73 3 вот соответственно такое движение она указывает на то что если ближайшее время не будет повторного задерга вниз с пробоем 73 3 то отсюда у нас уже на этой неделе будет цель движения вот этот диапазон но началось изо всех динамиков крики о том что там смерть доллара и так далее не стоит этому верить чем больше кричат тем сильнее накапливается потенциал для того чтобы пойти против крикунов опять же я не говорю что там доллар он там всех победит на текущий момент я думаю есть определенные силы которые ему загнуться не дадут да и вообще все деньги делаются на том чтобы гонять туда-сюда они там надломить доллары или устроить крах там чего-то все это делается только для того чтобы толпу двинуть в определенном направлении итак друзья то что касается сегодня вечерки вот если сейчас мы пробиваем 73 45 и здесь закрепляемся то у нас уже сегодня пойдет движение цель которого будет 73 57 73 6 вот сюда в этот диапазон если мы сейчас не пробиваем это значение у нас возникает коррекционный откат и цель этого отката 5 по 1073 35 73 4 несмотря на то что цены на нефть достаточно высоки рублю укрепляться особо не дают так друзья далее фьючерс на индекс ртс часовой таймфрейм июньский фьючерс который уже скоро экспирируется посмотрите здесь мы не пробили не взяли 160 тысяч 160 200 соответственно возник разворотный разворотное движение отсюда пошло на текущий момент если не будет сегодня-завтра пробитие 159 то вот это движение она захлебнется и превратится в консолидацию в диапазоне 159 300 159 900 вот здесь вот если возникает пробой то у нас отсюда сразу идет импульс движение цель которого 157 500 так друзья далее русгидро вот смотрите здесь интересная очень ситуация складывается потому что ее погнали вот сюда к верхней границе на 87 и 7 вот здесь проходят определенные уровни локальные 86 78 87 70 если вот этот диапазон на объеме пробивается следующая цель очень быстро может быть реализовано 94 копейки если мы здесь замедляемся то скорее всего отсюда пойдет коррекционный откат и целью будет 84 вот куда-то вот сюда так друзья далее вопрос по поводу алрос и куда она растет но она растет вот сюда на 118 13 если здесь будет пробой этого значения то соответственно ну дальше она полетит наверно куда-то в космос но мне кажется здесь космос особо он невелик вот мне как-то в большей степени на ум приходит здесь двойная вершинка и коррекционный откат на 112 а потом возможно 107 так друзья но общем то это все что я хотел до вас донести спасибо за внимание если вам понравилось подписывайтесь на мой youtube канал на мой телеграм-канал удачи